Его называют вторым Алексеем Моресьевым. Потеряв в Афганистане обе ноги, Валерий Бурков не только смог вернуться в вооруженные силы страны, но и стал успешным человеком, семьянином, политиком и благотворителем. В 2016 году с именем Киприан он принял монашеский постриг. Весной этого года единственный в мире монах, герой Советского Союза, дал интервью телерадиокомпании Щелкова, в котором он рассказал о том, что ему пришлось пережить, о борьбе с собой и о своем приходе к вере. Программу с участием монаха Киприана Буркова мы неоднократно показывали в эфире нашего телеканала. И вот теперь работа была высоко ценена жюри Международного кинофорума «Золотой Витязь». Серебряный диплом Международного кинофорума «Золотой Витязь» получает телерадиокомпания «Щелково», город Щелково, за программу «Диалог о православии», монах, герой Советского Союза. Оценка творческих работ Международного кинофорума «Золотой Витязь» проходила в рамках открытого фестиваля среди подмосковных телекомпаний. Вот уже в 21-й раз мероприятие с символичным названием «Братина» дает множеству телеканалов возможность буквально выйти за рамки собственного эфира, принять участие в глобальном обмене опытом телевизионного творчества. Сегодня фестиваль объединяет тележурналистов не только Подмосковье, но и разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья – Сербии, Болгарии, Германии, Польши, Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая. Этот конкурс очень важный для Московской области, он ширится. Это возможность журналистам общаться друг с другом, узнавать друг друга, узнавать новое, и потом это новое применять уже в своей практике, в своей работе. Это удивительное родство душ. Здесь такие люди преподают. Аспираторское мастерство, монтажное мастерство. Здесь Бондарев Сергей Юрьевич по граммам он разбирает, кто что сказал, кто как смонтировал. Это школа журналистики. Посмотрел все картины, которые участвуют в конкурсе, и хочу сказать, что просто несколько картин, вот настоящие классные картины международного класса, вот такие. Я только что был на кинофестивале в Ницце международном, это я приехал оттуда, и, должен сказать, они бы украсили не только смотр Подмосковья, но они бы и такой международный смотр украсили. Телерадиокомпания «Щелокова» не первый год участвует в различных номинациях фестиваля и достаточно успешно. Наши журналисты неоднократно входили в число призеров, а также признавались лучшими репортерами, сценаристами, телеведущими. Как отметила руководитель Главного управления по информационной политике Московской области в ранге министра Анастасия Звягина, в следующем году на фестивале появятся новые номинации, цель которых дать больше простора для творчества, в том числе молодому поколению журналистов. Одним словом, Братина будет активно развиваться, а вместе с ней и тележурналистика Подмосковья.